Те времена, когда Infiniti совершала одну дизайн-революцию за другой, похоже, безвозвратно прошли. Во всяком случае, свежее поколение кроссовера QX60 декларирует крайне спокойный, если не сказать консервативный стиль. Представители марки оправдываются, отказаться от вычурности их попросили клиенты. Поэтому минимализм и тяжеловесность — новые киты, на которых зиждется дизайнерская философия 60-ки. Также немного поменялся формат. При прежней колесной базе длина уменьшилась, а высота, наоборот, увеличилась. Но опять же, никакой самодеятельности. Правки сделаны исключительно по просьбам клиентов. Коррекция габаритов позволила улучшить геометрию посадки на втором и третьем рядах, что добавило пассажирам место для ног. Сама конфигурация салона традиционна. Посередине может стоять либо трехместный диван, либо пара кресел. Любопытно, что объем багажника сделался скромнее. Но в пятиместной конфигурации, наоборот, стал вместительнее. Также Infiniti декларирует более объемистое подполье для хранения вещей. Солидная передняя панель выполнена многоэтажной, а на нижнем ярусе расположился сенсорный блок управления микроклиматом. Нажатие виртуальных кнопок сопровождается вибрацией, но вращающиеся рукоятки для регулировки температуры тоже сохранили. Улучшенная шумоизоляция, множество зарядных портов и трехзонный климат-контроль были вполне ожидаемы. А вот топовая версия Autograph с полуанилиновой кожей, деревянным шпоном и массажером сидений — приятный сюрприз. Под капотом свое присутствие сохранил 300-сильный бензиновый V6, но вместо вариатора ему отныне ассистирует 9-диапазонный автомат. Причем специально для Infiniti немецкая фирма ZF снабдила коробку активными опорами, что гасят вибрации. В трансмиссии прописалась новая муфта подключения задней оси, которая срабатывает ощутимо быстрее прежней. На выбор предусмотрено 5 режимов ездовой электроники, не считая ручного — это стандартный, экологичный, спортивный и зимний. Схема шасси принципиально сохранена, но свежие настройки добавят машине комфорта. За торможение теперь отвечают более крупные диски и производительные суппорты. Фирменный полуавтопилот система ProPilot Assist учитывает показания навигатора. На ключевом американском рынке второе поколение QX60 ждут до конца этого года. Ну а мы потерпим подольше, при том получим не стандартную, а слегка дефорсированную версию, адаптированную под российский бензин.